КОНЕЦ Я родился в Харькове в 1918 году, 22 октября. И прожил на Украине первые 9 месяцев своей жизни. Но, как это не смешно, в некоторых зарубежных лицензиях на моей работе при меня было написано, что я русский ученый украинского происхождения. Видимо, первые 9 месяцев моей жизни здесь сыграли решающую роль. А потом мои родители поехали в Крым. Но, когда красные взяли Крым, мы поехали в Москву. Я в детстве развлекался биологией, историей, математикой. И уже на последних этапах как-то твердо решил, что буду филологом. Причем меня, вы знаете, очень соблазняла идея сближения гуманитарных наук с точными. Я не случайно, уже будучи филологом, читал книги по математике, по квантовой механике, по теорию относительности и так далее, и так далее, с большим интересом. И читал их, ну, как-то невольно дрессируя, так сказать, и устрожая свои такие какие-то способности аналитические в области филологии. Я учился в школе в Москве с 5 класса. И после окончания школы поступил в Московский институт истории, философии литературы, мифли, который представлял собой, как вы, верятно, знаете, гуманитарные факультеты Московского университета, выделенные в отдельные институты. И даже еще год в аспирантуре, после окончания, был тоже еще в рамках ифли. Я хочу подчеркнуть, что и в юности я вовсе не был человеком, бывающим по течению, подчиненным ритму коллективной психологии, с ее ритуалами и мифами. Я вечно проявлял не ту инициативу. Не был в Комсомолии, не вел общественную работу, не занимался спортом, почти не танцевал и грустил на вечеринках, не ориентировался на стандарты и официальных героев, подвергался упрекам в отрыве от коллектива. У меня всегда была чуждая такая философия толпы. Я старался быть подальше от каких-то таких официальных массовых всяких вещей. Я не был анисоветчиком до войны. Но мой советизм, в кавычках, заключался в том, что я верил в труды Маркса Энгельса. Я их изучал, даже будучи школьником, вел кружок по диамату в девятом классе. Сам организовал и сам вел. Но вот такой политикой конкретной я очень мало интересовался. И какой-то восторг перед Сталином у меня никогда не было. Хотя я его никак не ругал, ничего в этом не участвовал. И только когда я попал на фронт и насмотрелся там уже на фронтовую обстановку, не говоря о том, что когда меня подарестовали после выхода из окружения, с которой я выходил почти героически, что если на то пошло, то, в общем, мои воззрения очень стали быстро меняться. И занял отрицательные позиции в душе в отношении к советской власти, которую до сих пор храню. Когда началась война, мне было 22 года. Я начал первый курс аспирантуру Ифли. Наскоро изучая норвежский язык, начинал писать диссертацию об Уймсене. С чего началась война? С того, что, извиняюсь за комический эпизод, пришла, вошла в квартиру моя бабушка, которая узнала от лифтюрша, что началась война. Это было первое мое известие о войне. А потом, хотя я был в аспирантуре уже, и мне предложили даже остаться уже преподавать в Ифли, или там очень скоро он превратил запись, вернулся в МГУ, и мне стало совершенно ясно, что надо идти на фронт. Причем вначале мне было ясно, просто я прочитал сообщение, что лица таких-то годов рождения, мой год считался самым младшим в этом списке, должны быть мобилизованы и так далее. Я отправился в военкомат. Но оказалось, что я пришел слишком рано, мы потом меня снова вызвали, но медицинская комиссия меня по зрению как-то не признала годным в строевой службе. И благодаря этому меня таким обычным образом не мобилизовали. Но я продолжал считать, что это мой долг, ну, из таких в самом широком смысле патриотических, или даже скорее в скаланте фашистских соображений. И когда я узнал, что можно поступить на курсы военных переводчиков, я туда ринулся. Ну, я там как-то отделялся какой-то степень, и меня перевели на основной факультет. То есть, что никакой фронт меня не должны были посылать, но меня это не устраивало. Я подал заявление одно, потом другое, что меня отправили на фронт. И когда меня вызвал начальник курсов, и спросил, ну, ладно, на какой фронт вы хотите ехать? Я сказал, что на северный, потому что я изучал норвежский язык, и считал, что я там его в какой-то мере смогу применять. Говорит, ну вот, так вы едете на Южный фронт. И я получил назначение в штаб Южного фронта. Переводчик. Когда я приехал в штаб Южного фронта, мне предложили там, значит, остаться переводчиком в штабе. Но я, отчасти подражая своему товарищу, с которым мы вместе туда попали, потому что он сказал, что он хочет ближе к фронту быть и прочее. Я тоже сказал, что я не хочу оставаться в штабе фронта, я хочу быть ближе к передовой. Ну, это такая была патриотическая наивность, я даже нисколько не горжусь этим, должен честно сказать, как-то даже с некоторым таким удивлением смотрю на эту наивность. Ну, такое было, так сказать, ощущение. И, в общем, в конечном счете, оказался переводчиком, полковым переводчиком, а не только полковым переводчиком, фактически там, ну, как бы заместителем командира разведки полка. А потом, через год или сколько, я получил вдруг письмо из военного из студии на странах языков, что они меня вызовут в Москву, что они меня собираются обратно забрать в фронт. Он, наверное, письмо не ответил, не хотел и не мог ответить, потому что в это время началось уже отступление, или, вернее, то, что говорят, драпанье. То есть немцы на нас наступали, и уже стали все отступать, и была такая полная каша. Командир дивизии сказал, что пусть каждый выбирается из окружения, как он может. Немцы нас тоже стали окружать и так далее, и так далее. И идущие рядом солдаты не спрашивали, с какого-то взвода, или с какого-то рота, или с какой-то армии. И вот этот юго-западный фронт, в котором был один из армий, он весь, слушается, попал в окружение. Так что, что я попал в окружение, это так, что начался абсолютно частный случай. Ну, конечно, те, которые были на танках или на автомобилях, они могли вырваться и так далее. А все остальные либо попадали в плен толпами, либо очень немногие выходили из окружения, в том числе и я. Сначала я даже удержал от того, чтобы пойти сдаться несколько солдат и офицеров. И был такой маленький отрядик, ну, человек там, не знаю, 10, который я как бы возглавлял. И мы, значит, выходили там из окружения, там в темноте, там и так далее. Вот. Потом отрядик распался, потому что толпой уже нельзя было идти. Я остался с двумя человеками, они тоже как-то пропали. И я остался совершенно один. В течение длительного времени, там около месяца, так сказать, странствовал. И вышел из окружения, перейдя, ну, не в рот, но так переплыл кое-как речку Ею, которая делала Кубань от остальных, от Украины. Один раз был там очень неприятный такой эпизод, когда я пытался перейти в Луганск. Ну, там... Там было закрыто, там же при немцах. И какой-то немецкий офицер, зовите меня, сказал Юде. Вот. Я, значит, говорю, какая Юда? Что за Юда? Я громко говорю. А соседние какие-то там парни стояли, говорят, а кто ты по национальности? Я армянин. Ну, понятно, что я не знаю, что такая Юда. Ха-ха-ха, хе-хе-хе. А тут опять Юда. И стал меня звать. Но в этот момент другой офицер макнул рукой, не обращая на это внимания. Цурюк назад, вообще толпа напирала, хотела там перейти, так сказать. какую-то границу. Ну, я тоже, так сказать, нырнул толпу и, так сказать. И еще был один случай, когда я с другими людьми шел, значит, недалеко от Ростова. Какие-то немцы, значит, когда немецкий патруль нас задержал и хотел отвезти в штаб. Но мы ему сказали, что мы, что тут, чтобы тут наша деревня, что мы армяне, здесь наша деревня, вблизи. Ну, и просили, значит, нас отпустить. И я слышал, значит, как один, как они между собой говорили по-немецки, дизер из Шрайбера про меня, то есть этот, конечно, писарь. Ну, посмотрели на мои руки же, они не мозолистые. А дизер из Сольдат про другого. И махнули рукой, и муж, в общем, нас отпустили. Ну, потом попали к нашим, и меня послали опять полковым переводчиком. И переводчиками я опять занимался разведанным всякими делами и так далее. Но через какое-то время меня арестовали. И, значит, предъявили мне, что не был я немецким шпионом. Изменников Родины большей частью приговаривали к расстрелу. Расстрел изредка заменялся десятью годами лагерей по помилованию судебными органами армии. Я не был ничему приговорённым. Я сидел, как бы, под следствием, как он же, значит, бараки там. Где был особый отдел армии, который в этот момент находился, по-моему, 56-я армия, на Кавказе. Вот. И там со мной сидело ещё энное количество людей, практически, и в чём не виноватых тоже. Но среди них были приговорённые, в том числе приговорённые к расстрелу. Тоже, честно говоря, совершенно безосновательно. Ну, а вот там было, значит, два старика, которые вели разговоры, что, отступая, могли бы попасть в свою деревню, но не решились, и его за это наказали. Они не собирают этого делать. Так одного из них приговорили к расстрелу, а другого за недонос. Десяти годам, например. Ну, и так далее. Там, в общем, таких... Или отступали, так кто-то спал в одну сторону, защита, правильным, а кто побежал по другой дороге, неправильным, его тоже приговорили там к расстрелу. Десяти годам. Вот. И, в общем, было таких шесть или семь человек, приговорённых к расстрелу. И вот в середине ночи вышел какой-то КГБшник и стал вызывать их одного с другим. Такое-то. К чему приговорили к расстрелу? Выходи. И тут же, в полной темноте мы там находились, мы слышали звук выстрела. Зачем вот там же, вероятно, не знаю, затылок, весок, куда он там стрелял. Он его прикончил. И так он прикончил сначала шесть человек, потом седьмого. Седьмой был более такой какой-то истеричный, если так можно сказать. Вообще там кричал, сопротивлялся. И он в него влепил целый ряд выстрелов, пока его прикончил. После этого он снова открывает дверь, и Мелитинский. Ну что, шпионская морда, будешь рассказывать о том, я говорю, что мне нечего рассказывать. Ах, нечего, ну пошли. И, значит, он меня вытолкал, я шел впереди, он сзади, и подвел меня к яме, внутри которой было довольно много воды, такая грязная яма, и вытащил пистолет, повернись, стой. И, значит, проходили какие-то секунды и минуты. Я считал, что он меня сейчас пристрелит, даже как те шестерых или семерых. Но он меня не пристрелил, и сказал, ладно, залезай в яму. Я залез в яму и просидел с ней до утра. Утром он меня оттуда вывел и повел к следователю. И, значит, говорит след, ну вот, спрашивайте его, он вам нравится, может, теперь что-нибудь расскажет. Следователь сказал, нет, он ничего мне теперь не расскажет. И после этого обвинения, ну, предполагаемое обвинение в шпионаже в пользу немцев было от Вергунта, и мне предъявили тут же подругое обвинение, в советской агитации. Почему? Ты говорил, что можно выйти из окружения? Я говорю, да, я говорю, что при известных условиях и соответствующей энергии, и риске, в общем, можно. А, значит, я с тем самым хвалил немцев, от которых можно уйти. Они такие, как бы, хорошие, что от них можно уходить. И впоследствии в переговоре мне было написано, что Мелитинский восхвалял немецкие строй и лично Гитлера. Почему Гитлера? Потому что там был с кем-то разговор, а, вероятно, знаете, какая была книга «Гитлер против СССР». Написан таким вполне просоветским автором. Ну и что-то, значит, вокруг этой книги, естественно, с самых суперсоветских позиций был разговор. И я только там, значит, сказал, что вот был целый ряд претендентов на роль такого лидера, ну что-то, как-то, значит, Гитлеру удалось занять это место, оттеснив руки. Отсюда, значит, возникла вот эта приговор, что я восхвалял Гитлера. И военный трибунал меня, значит, собрался меня судить. Я признавался виновным и требовал, чтобы вызвали в качестве свидетелей тех, с кем я раньше вместе воевал. Ну и нельзя было вызвать, потому что там, я удивитель, ушла на перформирование. И тогда суд снова собрался и вот так советская агитация в 10 лет. И отвези меня в Тифлис, на пересыльную камеру, где, значит, было куча военнослужащих в огромном количестве. И был страшный голод. Скоро там стали умирать от истощения, от голода. Потом я попал в больницу уже, у меня начиналось воспаление легкие. В больнице тоже в основном были эти, умирающие от голода. То один умирает, с одной стороны лежит, то другой умирает. И тогда, значит, вдруг мы вынесли решение, кто физически может, отправить на фронт. Кто слаб, значит, освободить по болезни. Ну и меня освободили по болезни. Диагноз гласил. Острая дистрофия, цинга, гангрена дёсен. И хотя я уже был поставлен на комиссию, внутренний голос мне подсказывал, что для гарантии нужно ещё постараться. Я принял решение потихоньку довести себя до ещё худшего состояния. Так, чтобы только не умереть. Я решил не пить и не есть. Я ограничил себя двумя ложками манной каши в день. Так у меня скопились даже какие-то кроши. На эти деньги я потом в гукинистическом магазине в Тбилиси купил книгу Беттани и Дугласа «Великие религии Востока». У меня вообще, так сказать, особого страха не было. У меня было такое подсознательное убеждение, что мне суждено умереть, как такому мирному, интеллигентному человеку у себя в постели в жилом возрасте. И поэтому я вообще проявлял известную, так сказать, бесстрашие, если так можно выразиться. Например, был такой случай, что там сидели в какой-то избе и обедали. Начал сажный обстрел, и все убежали прятаться. А я один остался и дообедовал. Потом был период вот такого, ну, стояния друг против друга. Ну, а, конечно, все перестеривались, но не было серьезных действий. И я даже сказал кому-то из своих там коллег, ой, хоть бы кто-нибудь на нас наступал. Ну, естественно, не то, что желал нам зла, а просто, чтобы что-то происходило, а то такое мертвое состояние. Так что у меня не было такого, понимаете, какого-то дикого страха. И именно почему не было, не потому что я вообще такой храбрец, а совсем не был таким-то отчаянным человеком, способным на какие-то рискованные поступки. Вовсе нет. В 43-м году я попал в Ташкент. И я пытался сразу... То есть я проходил мимо какого-то здания, на котором был написан, что это институт мировой литературы. Я туда зашел, там сидел Мейлах, который был заместителем директора вот этого, значит, в тот момент. Он меня принял довольно холодно. И, узнавши, я пишу диссертацию о Ипсене, посоветовал мне обратиться к Жермунскому, как германисту. А Жермунский и там имел какое-то место или какую-то функцию в этом институте. И в основном в университете, в Среднеазиатском государственном университете. В основном университете, в Ташкентском университете. Вот. Ну, после этого я обратился к декану филологического факультета Ташкентского университета, среднеазиатского. Ну, показал ему все свои документы, и он меня отослал подальше. Не стал со мной почти разговаривать. Но потом случилось то, что приехал в Ташкент председатель комитета высшей школы. И я обратился туда. Причем кто-то из знакомых как-то, я даже не помню, кто и как это было, как-то просил, что меня пропустили без очереди. Но это чистая условность была, я мог и подождать. И вот то, что меня просили пропустить без очереди, это сыграло роль какого-то, как ни странно, такого психологического блата, что вот какой-то человек такой, которого даже без очереди пропускают. И я подал заявление, что я прошу, значит, меня восстановить в аспирантуре. И мне на то, что тоже не глянь, написали, что поддерживаем ходатайство милитинского восстановления в аспирантуре. И им пришлось меня восстановить в аспирантуре. А в восстановившую аспирантуре мне очень скоро предложили читать там лекции по истории западноевропейской литературы. Мои специальности так далее. И я там читал лекции до 46-го года. А в 46-м году, причем, как вы знаете, вероятно, там у меня не было военного билета. Тоже такая дикая история, потому что мне не выдали военного билета из-за того, что в моей справочке в этой самой приговорной было указано, что 10 лет и 5 лет поражения в правах. И поэтому они считали, не знаю, насколько это садится до закона, но они считали, что нельзя отдавать военный билет. Но они бы, может быть, мне его и дали, но дело в том, что там убили какого-то милиционера. И вот они были настолько вражены, потому что они проявляли какую-то необыкновенную срок. Но это чисто случайность, как мать, я к этому убийству милиционера не имел никакого отношения. И я, собственно, провел конец войны без военного билета, что было очень неудобным. я два раза подал в облаву и перелезал через какой-то забор, чтобы избавиться от этого. А один раз меня арестовали, потому что я снимал комнату у одной женщины, сын, который был таким главарем местных хулиганов. И он давно уже был арестован, отправлен на фронт и даже, кажется, там погиб. Они этого не знали. И они проходили по всем таким вот домам, где жили какие-то известные им хулиганы. И, видев меня, меня задержали. Но мои одни знакомые, в частности, один военный знакомый, привезли мой паспорт, который был там не у меня, я его где-то держал у знакомых, в милицию где, одну ночь ночевал после этого. И меня милиция отпустила. А когда война закончилась, то тоже, ну, не то, что по блату, а так, как-то, так сказать, кто-то что-то сказал, спросил. Мне выдали военный билет. Причем, был написан со слов. Где я был, что ничего было неизвестно. Ну, а потом в Петрозаводске мне этот военный билет со слов заменили таким, где не было этого слова. Со слов. Но со слов все было правильно написано. Вот такая была история. Была назначена моей защитой. Декан, который сам был работником КГБ, даже в форме ходил. Он сказал, что он, я знаком с моей диссертацией, но, конечно, она исключена. И что диссертация очень хорошая, но что я не веду общественной работы. И поэтому надо защиту отложить. Ее отложили. Но когда война окончилась, и, возможно, это мое личное предположение, он исходил из-за того, что те, вообще, те, кого судили во время войны с отправкой на фронт, были реабилитированы. А он, возможно, считал, что это ко мне тоже имеет какое-то отношение. И решил, значит, эту защиту провести. Но перед этим вот меня сделали бригадиром субботника по уборке мусора вокруг университета. И был написан что последние два месяца Мелетинский проявил себя в большую общественную активность, был бригадиром субботником по уборке мусора вокруг университета. Когда второй раз меня арестовывали в 1949 году, очень скоро стало ясно, что это аукнулся первый мой арест 1942 года. Старший следователь по особо важным делам подполковник Цветаев кричал мне на допросах. Как ты освободился из тюрьмы, где и было твое место? Согласно директиве такой-то, если бы я не освободился, я бы умер в овчалах через неделю. Вот если бы ты сдох, любезно разъяснил мне следователь, это было бы нормально. А вот какая сволочь и с какой целью тебя освободила, это мне непонятно. Подумать уже, доцент, если бы тебя теперь не остановили, то бы скоро и академиком стал, иронизировал он. иронизировал он. КГБшников. Их было немного, но это, так сказать, гарантировало, что лагерь был не самый, так сказать, худший. Тем более, это был не лагерь такой, а именно центральный пункт этого лагеря, так называемый, ОЛП, отдельный лагерь. Главный ОЛП. ОЛП – это отдельный лагерный пункт. Ну, например, там был такой человек, бывший начальник тюремного отделения, или как это называется, КГБ. И сидел он за то, что когда кто-то умер, очень известный человек, на Балканах это было, ему готовили мавзолей, он там сказал, что мысль ему, когда он умрет, не такой мавзолей поставит. И за это он получил три года. А по вечерам интеллигентская группа такая лагеря собиралась, гуляла по какой-то там дорожке, которую мы называли, условно, тропой самураев. Я уже не помню, почему так ее назвали. И вело весьма вольный разговор. Весьма вольный разговор, за которыми мы впоследствии вполне могли снова сесть. И даже там была такая некая капитанша, КГБшница в этом лагере, который организовал за нами наблюдения. И я совершенно не исключаю, что если мы продолжали сидеть, и Сталин бы не умер, то нам бы могли добавить еще сроки о кем. Ну, может быть и нет, не знаю. А во всяком случае за нами следили. Но мы там уже ни с чем не считались. Знаете, было бы уж не сдать. Все мечтали освободиться. И была очень популярна легенда о том, что скоро будет новая война вот с Америкой или там с кем-то такое. И нас выпустят. Не то, что американцы победят нас. Не в этом смысле. Ну, вообще раз война. Ну, нас снова в армию. Как вообще не будут держать там тысячи и тысячи миллионов заключенных. И вот, значит, спорили, когда эта война начнется. И тут кто-то сказал, что это может случиться в 50-м году. И на него зашикали. Считали, что он слишком пессимистичен. А когда умер Сталин, то, в отличие от того, что происходило в Москве, в Ленинграде и так далее, реакция была такая положительная со стороны заключенных. А на второй день что-то сообщили, что вроде ему лучше, или что-то какие-то перспективы есть, то кто-то сказал, ну, дурные сообщения, что-то в этом роде. Ну, действительно, смерть Сталина все изменила. Это мне не надо рассказывать. И стали выпускать об одиночке. И меня выпустили далеко не первого. Вообще, самые радостные, самые сильные, оптимистические ощущения, которые были в моей жизни, это освобождение из тюрьмы. Дважды. Один раз после 9 месяцев, и другой раз уже в 54-м году после второго заключения. Это было... Ну, и моменты ареста были самыми неприятными, тяжелыми и гнусными ощущениями в моей жизни. Вот это могу сказать твердо. Вот. И я был в таком совершеннейшем, так сказать, упоении, когда меня освободили. Даже находясь в лагере, и даже еще в какой-то мере на фронте. Я все время мечтал, планировал, что-то соображал, надеялся на научную деятельность. Это все время передо мной все-таки. Я не представлял себе другого существования. И это меня очень подбатривало. Наконец, пришла телеграмма от отца. 18 октября реабилитировал. Мама рассказывала потом, что придя домой с вестью о реабилитации, отец трезвонил в дверь, одновременно в нее же стучал и еще что-то кричал. Ну вот дождались моя мать, отец, бабушка моя. Значит, дома все были. Тетка там и так далее. Вся семья. Но очень скоро, собственно говоря, через год буквально, они все умерли. Причем мать моя вообще 28 лет была при комнате в постели. Она жила, а тут она умерла. А я бы искал себе работу. Причем пошел там, соответствующее, министерство. И там ко мне очень холодно отнеслись. И мне говорят, ну почему бы мне в школе не попадать подавателю, что-то в таком роде. В общем, как-то так. Я пытался в разные места устроить работу. Не только в Москве. Ну, в Москве, во-первых, но затем даже в Ленинграде я пытался, например, в Эрмитаже или в музее. В Казанском соборе был такой, значит, музей и институт по истории религии атеизма. Туда пытался устроиться. В общем, ничего здесь не получалось. Даже в Ригу я ездил, там, что-то какие-то были надежды, там, что тоже меня в университет не взяли. Но в институт динографии, где вообще ко мне очень хорошо относились, но все-таки тоже как-то сначала не брали. Но последствия тюрьмы еще долго за мной тянулись. Мне пришлось дважды защищать докторскую диссертацию оба раза в обстановке травли. Много лет я отбивался от всяких нападок, которые были чрезвычайно облегчены моим подозрительным прошлым. У меня в Большую Академию пять раз с Лотманом Ивановым проваливали. Удвигали и провалили. Причем сразу удвигали и не в Ченкора, а в действительность и в Ченкора, ну и по-всякому и проваливали. Но я уже давно перестал, отказываясь снова, тем более возрастом. Вот в этом здании я работал с 62-го до 94-го. почти 40 лет. Это огромный кусок жизни. Здесь написано большинство моих книг. Так что все это мне достаточно дорого. Являюсь автором 11 книг. Большинство из них посвящено исторической поэтике. Моя книга «Поэтика мифа» переведена на 11 языков. Другие книги мои тоже переведена. Книга о скандинавском эпосе Эда переведена на английский язык. Я, кстати, в 71-м году получил международную премию в Италии. Я получал очень много приглашений за границей. Настолько много, что меня вызвали в дирекцию какой-то штатский, который меня сказал, почему вы получаете так много приглашений, больше Жермуд, чем Жермудский, больше, чем Конрад, больше, чем кто-нибудь. Как вы себе это устраиваете? Я это абсолютно себя не устраивал, естественно. Потом я получил приглашение там на полгода в Голландию, так вообще там все боварок упали. Ну, одним словом, меня не пускали. Были совершенно поразительные объяснения. Например, я должен поехать в Италию на сессию, посвященную Веселовскому, которым я занимался и чем, в общем, последователем, кого в мире было. И, значит, когда кто-то стал объяснением, объяснение было такое, что нельзя поставить Мелитинского в Италию, потому что американцы там поставили ракеты. Достижение идеального земного царства давно уже казалось мне маловероятным. Я пришел к мысли, что научный социализм такая же утопия, как и донаучный, который определяется в наших учебниках термином утопический. Кроме того, в 20 веке многие поняли, что идеология всякая, она всегда несет элементы эпилогизма. Ну и возьмите вы, например, советскую власть и коммунизм. Там Ленин такой, да, важнейший мотив мифологии это превращение хаоса в космос. Вот буржуазный капиталистический хаос в отдельно взятой стране превратился в социалистический космос. Ленин культурный герой. Сталин это не просто другой человек, а Ленин сегодня. То есть тот же самый культурный герой, так сказать, как бы преображенный. Переходи, я специалист по исторической поэтике. А историческая поэтика начинается с изучения того, как от мифа шло движение к литературе. И вот занимаясь этим движением мне пришлось долго заниматься изучением мифа. Поэтому я и главный редактор мифологического словаря, и зам главного редактора, двухтомник мифа народов мира там и так далее и тому подобное. Я очень много занимался мифологией, занимался фольклорной архаикой, тоже компаративистской у всех народов. Я был очень вдохновен на вашей линии. Но я вообще считаю, что мне повезло. Потому что я реализовался несмотря на такие трудности, о которых вы знаете. И ну хорошо, конечно, посидеть в тюрьме, в лагере и так далее. На фронте там всякие опасности тоже хватало и все. Это, конечно, приятного. Но люди, которые прошли другие вот эти этапы, я уж не говорю даже о фронте, скажем, тюрьму и лагерь. Огромное большинство из них, во-первых, огромное большинство прошло этот путь. Я далеко не один из немногих, один из очень многих, из миллионов, которые сидели. И большинство испорчило себя жизнь. Очень многие погибли на пути или оказались где-то в глухой дыре провинции и не могли заниматься наукой, или у них уже сил не хватило, они бросались куда-то в другое место, там, и так далее, и так далее. и, в общем, где-то затухали. А мне удалось, несмотря на все эти трусы, как-то вернуться в нормальную колею. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok